Военный союз тюркоязычных стран неизбежен. Об этом сказал известный в Казахстане общественный деятель Мухтар Тайжанов, который прокомментировал военное сотрудничество между тюркскими государствами. Узбекистан и Азербайджан подписали в Баку план военного сотрудничества на 2020 год. Произошло это в ходе недавнего визита военной делегации Узбекистана во главе с министром обороны Узбекистана, генерал-майором Бахадиром Курбановым в Азербайджан. Вскоре пришла новость о том, что Казахстан договорился о военном сотрудничестве с Турцией. Так, депутаты мажелиса парламента Казахстана ратифицировали соглашение о долгосрочном военном сотрудничестве страны с Турцией. Документ подразумевает сотрудничество Нур-Султана и Анкары, в вопросах военной подготовки и обучения военных, проведения совместных учений и миротворческих операций, а также проведения совместных военных и научно-технических исследований и сотрудничества в оборонной промышленности. Стороны будут ежегодно составлять план действий для реализации этого сотрудничества. Военное сотрудничество между тюркоязычными странами критически важно. В сегодняшнем быстро меняющемся мире, в сложном геополитическом положении необходимо, чтобы тюркоязычные страны, имеющие единую историю, общие корни, поддерживали друг друга. И в экономике, и в культуре, конечно же в военных вопросах. Давайте вспомним, что Турция в блоке НАТО является второй страной по своей военной мощи. Военный потенциал Азербайджана очень солидный, страна имеет военное превосходство над Арменией. Узбекистан располагает добротными военными ресурсами, как и Казахстан. Мы должны друг друга поддерживать. И я был бы рад этому. Часто появляются новости о конфликтах и противоречиях между тюркоязычными государствами Центральной Азии. Они решаемы. Они могут быть решены. Даже у родных братьев, живущих по соседству, могут возникать разногласия. Но когда нападает какой-то внешний враг, то все меняется, и дается общий отпор. Мы должны быть едиными перед внешними угрозами. Турция в НАТО, Казахстан в ОДКБ. Азербайджан в движении не присоединение. Но возможно ли, на ваш взгляд, в будущем создание какого-то тюркского оборонного союза? Конечно, такой союз возможен, и даже неизбежен. Об этом в 20-х годах прошлого века, говорил и устав Акималь Ататюрк. И это случится. У нас общие интересы.